С возвышенностями, с помощью канатной дороги, либо фуникулёров. Даже вот холмик прямо впереди нас, Норкские возвышенности, туда к отелю Пейст Вилл, была в своё время ещё и канатная дорога. Но в 2000 году, по-моему, она рухнула, вагончик упал, слава богу, там никто не пострадал, но больше после этого её не восстанавливали. И есть ещё один проект по совмещению метрополитена от конечной станции до международного аэропорта Звард-Норкс. Приехал на конечную станцию, сдал багаж сразу туда и, помахивая руками, поехал в зону своей регистрации. Но там высчитывают, это будет метрополитен, это или будет электричка. Кто не знает, знаете вы или нет, но метрополитен не является рентабельным видом транспорта для государства, либо для города. Метрополитен застраивается лишь только с целью того, чтобы обеспечить передвижение местных жителей. Но есть города в мире, которые при взошлете ожидания приносят прибыль своему. Городом. Назовите мне хотя бы некоторые из этих городов. Москва до 2008 года. После 2008 года она снова не приносит прибыль. До 2008 года приносила, кстати. Москва была в этом списке. Это Сингапур, Токио. Такие города, они приносят прибыль. Так что у кого как, пойдет как получится. Друзья, ну мы сейчас вот с вами пересекаем всю учебную зону. Как раз с плана города, как называют местные жители, да? Хотя он сквер Хачатура Абовена, но называют план города. И отсюда вниз мы будем с вами спускаться по улице, которая была, в принципе-то, на первой улице города. И ранее эта улица называлась Крепостная улица. Так как она спускалась ровненько до Ереванской крепости. Ну где нынче расположился винно-ликероводочный конячный завод Ной. И вот мы с вами по этой улице Крепостной, которая сейчас именована уже в честь Хачатура Абовена спускаемся. По левой стороны.